Увинченные четырьмя башнями. Огромные медузы, гигантские. Видно, не видно. Времени 9 утра. Иду на пляж, пока не так жарко. До пляжа одного места, где я снял жилье, всего каких-то метров 500. Но по прямой пройти нельзя. Надо немножко поскакать по горам, походить по закоулочкам. Я в Крыму всего 3 дня, получается. И я обратил внимание на такую особенность. В Крыму нет гаишников. Вот я их вообще ни разу не видел. Конечно же, по Крыму однозначно надо путешествовать на своем автомобиле. Или там на мотоцикле, неважно. То есть нужно здесь иметь средства передвижения. В этом случае есть возможность посмотреть все красоты. Потому что красот здесь просто какое-то нереальное количество. Вот серьезное. То есть ты прошел. Вот я от номера отошел 100 метров. Горы. Видите? Вот гора, на которой я вчера залазил. Там горы. Там море. А представьте, что будет, если там 10 километров проехать. 100 километров. Там же вообще вонус море. Поэтому, конечно, машина обязательно нужна. Интересные ягоды. Внешне похожи на малину. Ну да, это малина, сорт малины такой. Но я такой ни разу не видел. Вообще растения, конечно, растительный мир в Крыму. Ну, в частности, пока про судак идет речь, естественно. Очень разнообразный. Просто, ну, очень. Это хренительный отель внешний. Похож на какой-то то ли Италию, то ли Мексику. Пляжи судаки организованы совершенно по-другому. Не так, как в Феодосии. То есть, видите, они здесь все огорожены. Они, во-первых, не песчаные, а галичные. Во-вторых, они все огорожены. И бесплатных пляжей только два. Один в начале пляжа, другой в конце. Все остальные платные. Принадлежат они санаториум. Если вы проживаете в санатории, то, естественно, для вас будет бесплатно. А так, в среднем, 50 рублей в день. И можно позже заправлять. Что ж, друзья, опять все для вас. Сейчас мы отправляемся в морскую прогулку. Выбрал тур, в котором мы приплывем к Царскому пляжу. Мало что знаю, а только это название. Царский пляж, так понимаю, что там цари отдыхали. Видимо, должно быть очень красиво. Но это еще не все. Завтра, по всей видимости. Хотя нет, больше я вам пока ничего не скажу. Древние славяне именовали его Сураж, что переводится как Солнце. Основан город в 212 году нашей эры и раноязычными племенами Алана. Здесь проходили съемки известного фильма 3 плюс 2. Старый советский фильм, кто знает. С Мироновым еще. Вот в этих местах. Субтитры сделал DimaTorzok. Наш теплоход зашел в третью новосветскую бухту «Голубую» или «Дилиман». В переводе с тюрбского «Бухта Спокойная». В 1912 году именно в эту бухту заходила императорская яхта «Штандарт» с Николаем II на борту. Купался здесь царь или нет, достоверно неизвестно, поскольку дело было зимой. Но пляж с тех пор носит гордое название «Царский». Да, очень крутая экскурсия. Много интересного знали. Красотами полюбовались. А сейчас идем купаться. Все, вернулись мы обратно. По поводу экскурсии, что могу сказать? Длится полтора часа, стоит 600 рублей. Экскурсию вы, в принципе, видели. Нужно она вам или нет решать вам, естественно. Я думаю, для молодежи будет не сильно интересно, а вот тем, кто постарше, там, старше 30-40 лет, тем вполне зайдет. Вообще, в принципе, если будете в Крыму, однозначно надо посетить хоть какую-то морскую экскурсию. Ну, потому что это прикольно, интересно. И таких видов, как с моря, вы, естественно, не увидите. И ни с машины, ни каким другим образом. Поэтому выберите для себя и вперед из песни. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok